Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал армии в любой момент быть готовой нанести удар по острову Гуам в Тихом океане, на котором расположена американская база. Военные уже представили соответствующий план атаки. В Пентагоне, в свою очередь, предупредили. Ракета будет обнаружена за считанные мгновения, а сам факт пуска может привести к войне. Ситуация на корейском полуострове сейчас находится на грани. Об этом заявили в нашем МИДе и отметили. Дальнейшее обострение грозит коллапсом мирового масштаба. Клим Санаткин следит за развитием событий. Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам с целью демонстрации силы. Очередная новость из Северной Кореи продолжает подливать масло в огонь. Ким Чен Ын обсудил с военными планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. Как сообщается, войска должны быть готовы открыть огонь в любую минуту, как только поступит приказ. Воинственные заявления звучат и из США. Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, ракетный пуск с территории КНДР может быть расценен как объявление войны. Если они откроют огонь по США, то это может очень быстро перерасти в войну. В российском медиа обратили внимание, что заявления Вашингтона и Пхеньяна, что называется, в одной тональности. Ранее Дональд Трамп грозил Северной Корее, цитата, огнем и яростью. Москва призывает отказаться от воинственной риторики и перейти к переговорам. Это просто будет коллапс не только регионального, но и мирового, международного масштаба. Здесь дело не только в абсолютном, тотальном поправе международного права, о котором столько последние годы заботились именно в Вашингтоне, развязывая санкционные войны. Речь идет обо всем. О том, что могут погибнуть десятки тысяч, сотни тысяч людей, мирных граждан. Конечно, коллапс экологический, это угроза не только одной или двум странам, это угроза всему региону. К снижению напряженности призывают в Южной Корее. США далеко, а до Сеула от линии разграничения с северным соседом всего несколько десятков километров. Я надеюсь, что война не разразится. На самом деле я немного нервничаю, потому что мой сын недавно пошел в армию. Поэтому иногда я думаю, почему все это происходит сейчас, когда он в армии. Если это неизбежно, я надеюсь, что мы сможем решить эту ситуацию в честном разговоре с ними. Глава Южной Кореи выступил со специальным заявлением перед журналистами. Фактически он дал понять Вашингтону, что никаких действий без согласования с Сеулом он предпринимать не может. Вместе с Соединенными Штатами мы тесно работаем над тем, чтобы предотвратить кризис. Тем не менее, в вопросах безопасности мы не можем целиком полагаться на наших союзников. Только наша страна может принять решение о начале военных действий на Корейском полуострове. Без разрешения Южной Кореи ни одна страна не может начать военные действия. Напряженно за развитием конфликта между Пхеньяном и Вашингтоном следят и в Японии. Именно к ней ближе всего подлетали северокорейские ракеты. Этим утром премьер-министр Японии Синзо Абе провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Детали не разглашаются. Самое главное для нас сейчас оперативно получать информацию, чтобы успеть среагировать. Мы настоятельно просим министерства как можно скорее информировать нас о происходящем и использовать все дипломатические меры для предотвращения нежелательных ситуаций. Обстановка крайне обеспокоена и в Европе. Накануне прошло внеплановое заседание Комитета ЕС по оборонной политике, после которого глава европейской дипломатии Фидерико Маггерини призвала к немедленному снижению напряженности на Корейском полуострове. Самыми спокойными в этой ситуации, как ни странно, остаются на Гуаме. Местная администрация сегодня заявила, что Пхеньян отступил и угрозы ракетного удара по острову на данный момент нет. Возможно, они знают что-то, чего не знают все остальные. Либо это такая форма самоуспокоения. Во всяком случае, уверенность в мирном разрешении конфликта разделяют и простые жители Гуама. Многие люди боятся Северной Кореи, но я думаю, это не проблема. Некоторые люди волнуются и хотят покинуть Гуам. Сейчас, мол, самое время. Но я думаю, что все в порядке. Клим Санаткин, Первый канал.